Так, ну, побеждала как комплексы ты? Короче, я, понимаешь, у меня этот человек мозг. То есть я все время думаю, 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 уходит на это массу времени, конечно. Ты знаешь, я пила, было время пила, я то есть стеснялась общаться с людьми, я думала, что мне это поможет. Вот, ну, в общем, все крайности я прошла. Да, и на каком-то этапе, видимо, значит, нужно, наверное, все-таки человеку все-таки прожить определенную долю переживаний. Видимо, это все как-то запрограммировано. И человек просто на каком-то этапе естественным образом вдруг понимает, что он больше так не может, все, уже вообще не может, совсем. И тогда человек что-то, он меняется просто на глазах. И все, он расслабляется и начинает смотреть, не концентрироваться на своих проблемах, а как бы смотреть на мир, и как с детства сначала заново учиться, ну, просто жить в этом мире, понимаешь? Чистыми глазами. Вот, да, и слава богу, что вот благодаря многим-многим вещам, обстоятельствам, друзьям, я поняла, кто я, что я, что мне надо. Я долго не знала, кто я, что я. Я стеснялась, я там вокалом занялась, я все вообще, понимаешь, все, я заново начала, я, в общем-то, начала все делать то, что я должна была делать в 16 лет, то, что человек делает, а я этого не делала, потому что я была зажатая и думаю, так, ну, ничего, я покажу вам, что я вообще тогда-то, там все хорошо у меня, что я крутая. А на самом деле получается, что человек таким образом перестает развиваться, потому что он сам себя ограничивает, он как бы сидит в своей коробочке, боится там показать что-то и так далее. Вот, и как вот я начала, вот, как вот, можно сказать, как будто бы вернулась к 16-летнему. То есть я такой человек, знаешь, у меня ощущение, что я, что я вот, вот люди, знаешь, первый, второй класс, третий закончили, четвертый там, там уже идут, там экзамены заканчиваются, а другой все там в седьмом классе постоянно остается. Ну, там восьмой еле до конца, опять еще на два года возьмут. Вот такое, знаешь, все люди что-то сделали, все чего-то добились, все нормальные, а я, а я от своих ровесников все, оторвалась. И как бы странно не было, и я как бы вот начинаю буквально, вот, можно сказать, что сейчас. Вот, я считаю, очень ценная информация, кстати говоря, о том, что, наверное, нужно не думать, да, что о тебе думают окружающие, а в первую очередь делать то, чего хочется тебе. И не обращать внимания ни на кого. Обязательно ты должен понять, кто ты, что ты, оценить это, что тебе Бог это дал, и просто быть собой. И делать то, что ты должен, то, что ты считаешь, по крайней мере, без чего ты не можешь. То, что ты считаешь нужно. Да, да, и не важно, что тебе для этого нужно пройти, не надо бояться. Сколько бы ни надо было пройти, тебе надо это пройти. Если ты так хочешь избегать, все равно, пока ты это не пройдешь, ты будешь год, два, три, десять сидеть, избегать. Но потом все равно заново, если начнешь, поймешь, что ты все равно будешь опять проходить это тоже самое. Только еще сложнее тебе будет, потому что ты будешь не в свое время это пройти. Если ты не прошел какой-то урок в свое время, то потом этот урок тебе вернется, но он будет еще более сложный. Я абсолютно с тобой согласна. Так что вот это все, это ко мне, я классический образец вот этих всех вещей, всех метаний. Ну, какая есть, такая есть. Я давно просто... Какая есть, замечательная есть. Скажи, вот еще вопрос такой. Секс, наркотики и рок-н-ролл. Есть такая классическая связка. Ну, я так понимаю, что все может существовать и отдельно от рок-н-ролла, все остальное и существует. То есть рок-н-ролл можно не связывать с... Совсем, вообще. Просто дело в том, что это совпадение, я считаю. В период, когда были, это много вошли наркотики, человечество вообще было такое еще. Оно только его... Нашло это, да, и они люди как бы думали, что это нормально. Но потом, когда поняли, да, что это не нормально, сейчас уже стали... Уже это какой-то совсем underground пошел, да, вот эти вот все наркотики, трэш. Но раньше, когда это все было, была волна как раз рок-н-ролла. Это все совпало просто вместе. А рок-н-ролл, это просто... Понимаешь, главное, что в рок-н-ролле, идея какая. Это вечная молодость. Это то есть люди, у которых нет возраста. Это всегда молодые люди. То есть они свободные, они свободные от каких-то стереотипов. Они свободные. Они, посмотрите, рок-н-роллщик, его сразу видно. То есть он одевается как пацан, сколько бы его лет не было. Ведет себя как пацан. И он... Это не значит, что он неответственный, что у него нет семьи или что-то. Может быть, конечно, но это уже какие-то там... Но это и простые люди тоже такие же есть. Но рок-н-ролл это дух свободы, такой, здоровой дозы. В общем, понимаешь, все, что лишь бы радовало человека. Чтобы человек просто счастливый и долго жил. Вот и все. Так, ну последний вопрос. Ну, думаю, что может быть он уже и не актуальный после нашей с тобой беседы. Но тем не менее, все-таки хотелось бы выяснить, нужен ли в данном направлении продюсер. Имеет ли какое-то значение продюсер? Ну, смотри, конечно же, продюсер знаешь, чего может сделать. Если это продюсер известный, у него есть завязка, как бы связи уже. Ты знаешь, как все делается? Вот, какие-то уже свои наработанные, да, контакты там с радио, с телевидением и так далее, с какими-то концертами, да, вот эти крупные концерты, где все стремятся, естественно, попасть на эти концерты часто. Ну, типа Максидром? Ну, да, даже не попадешь просто, да. Ну, вот, и, короче, если есть такой, понимаешь, это случайность, если такой продюсер, если ему нравится то, что я делаю, а если ему не нравится или ему частично нравится, и он захочет сделать какой-то продукт, поменять что-то, чтобы продать. Понимаешь, это уже будет не музыка, это будет продукт, опять же. Это, оно не греет, это не дает ничего. Ну, то есть, я опять же, получится, если я так буду делать, то, конечно, какой-то маленький компромисс всегда нужно делать, когда ты сотрудничаешь с кем-либо, потому что мы разные люди, и нам нужно всегда подстраиваться. Ну, то есть, это для какой-то определенной, понимаешь, меры, грани, вот. А так, конечно же, если такой человек был бы, было бы хорошо. А если просто вот так вот взять и все позволить, что тебе полностью переделали, во-первых, это вот о чем мы говорили, что я нашла себя, да, и я делаю это, потому что я без этого не могу, потому что я не могу это не делать. Тебе, даже если... Даже нет, нету людей. Я пришла в клуб, где никто не знает, кто я, и вообще никто не знает, что какой клуб есть, и там три человека, но я знаю, что я не могу, я должна это, это мой путь. Хоть это для троих, но... Да, но я играю за что мне нравится. Я пою, я... Пою, да, ну как это, выступаю с музыкой, которая моя, которая чувствует, которая я пережила. Я рассказываю людям, я делюсь своими чувствами. То, что я пережила, то, что я знаю, и как я знаю, как я чувствую. А если это я буду делать, потому что вы мне сказали, делай вот так, а вот здесь вот надо улухать, или вот здесь такой себе нужно одежду одеть, а здесь себе нужно так, это уже не я буду. Меня не будет. Будет какая-то доза, это будет продукт. И это то же самое, что живая музыка или электронная. Это то же самое. Либо это чистое творчество, либо это продукт. Продукт, еще раз говорю, не греет. Он душевно для души ничего не дает. То есть люди могут слушать эту музыку, потому что круто, смотри, как она поет. Или круто там, они такие фишки там сделали. Ну, блин, вот эти фишки, они не греют. Это как-то наркотики. Ты привыкаешь к такой музыке, ты слушаешь, 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 а реально ты ничего не получаешь от этого. Понимаешь, ты что от живой музыки не получаешь? То, что просто ты плюс-мен, он ходит в клубе, в своем, в обычном маленьком клубе, и он каждый день выходит и просто поет, плюс сидит, понимаешь, это душа. Он просто вот поет, он живет, он чувствует, все. Вот так вот, я считаю, это. Я, вот это в моем понимании. То есть я по-другому не могу. Илоночка, спасибо тебе большое. В общем, мне лично ты открыла глаза на многие вещи. Надеюсь, что и многим нашим пользователям. Спасибо большое тебе за интервью. Я надеюсь, что мы с тобой еще поработаем. Спасибо. Да.